Победоносный голос верующего И мы так благодарны Тебе за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем брата Билла Уинстона, гостя нашего служения и нашей передачи. Билл, я просто не могу выразить, как сильно я ценю то, что ты приехал. Я знаю, насколько ты занят. Это время Божьей славы, и все мы просто настолько заняты. Я верю, что это самое чудесное время служения с тех пор, как Иисус был на земле. И при всем этом, ты нашел время в твоем плотном графике записей телевизионных передач, собраний и поездок, и среди всего, что ты делаешь. Этот человек является пастором христианского центра Живое Слово в Форест Парке, штат Иллинойс, в западной части, недалеко от города Чикаго. Он также является основателем и главным человеком в их библейском подготовительном центре, в школе служения, в школе миссии, а также у них есть бизнес-школы Иосифа, затем телевизионное служение, затем радиослужение. А при всем этом, в свободное время, он проповедует. Аминь. Я просто не могу выразить, Билл, действительно, я не могу выразить, как сильно я ценю твое служение и то, как ты послужил моей семье. И ты приезжаешь, и проводишь время с нами. И у меня есть личный интерес в этом. Когда я приглашаю приехать тебя, или Крифла Доллара, Джесси Дюплантиса, или Джериса Вэйла, Кейта Мура, всех вас. Потому что, когда вы приезжаете, я настаиваю на том, чтобы вы ночевали у меня дома. И именно тогда я встречаю вас. И поступаю так, как мой духовный отец, Орл Обертс, сказал мне однажды. Он сказал, первый раз, когда я буду проповедовать об этом, я дам тебе должное, упомянув тебя. Следующий раз, когда я буду проповедовать, я скажу, кто-то сказал. В следующий раз, когда я буду проповедовать об этом, я скажу, Господь сказал. И Он сказал, я больше не буду упоминать, что услышал послание от тебя. И мы проводим чудесное время вместе. И так было и прошлым вечером. Хочу, чтобы вы знали, мы проводили время в Слове Божьем, потом снова за завтраком сегодня утром. Мы сидели за столом, мы начали говорить о Слове Божьем. И говорили о том, что мы будем делать сегодня на передаче. Глория сказала, вам, ребята, нужно замолчать и пойти и записывать. Это на передаче. Она сказала, это действительно хорошо. Но когда Слово Божье у вас в избытке, и так происходит, когда вы... Оно выходит наружу. Да, когда вы служите друг другу, и друг с другом, оно начинает выходить наружу. Иисус сказал, это избытка, сердце говорят уста. Говорят уста. Вот когда в этом есть силы помазания, верно? Да, да. Поэтому мы приготовились этим утром. Слава Господу. С чего мы начнем, Билл? С третьей главы послания Галатам? Давайте начнем с третьей главы. И начнем ее читать. Христос, 13 стих. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «прок всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить бещаного духа верою». Одна из вещей, которые мы хотели бы утвердить сначала, потому что мы хотим продолжать то, на чем остановились в прошлый раз, хотим утвердить тот факт, что это благословение, это помазание, которое Бог возложил на Авраама и на его семя. Господь показал нам на прошлой передаче, что это началось с Адама, верно? Верно. Благословил Адама. Он благословил Адама. Тем же самым благословением, верно? Тем же благословением. Наполнить всю землю. Плодиться, наполнить всю землю и обладать ею. Да. Часть об обладании, и обладать ею. Да. Это часть благословения. И то, что мы сейчас делаем, Бог снова воспламеняет это, начав через Авраама, а также действуя через Иисуса, потому что Он теперь позволяет нам войти в это и получить духовную часть этого. И вы не находите того факта, что в Ветхом Завете было изгнано много бесов, потому что эта часть не была еще преобладающей. Иисус должен был заплатить цену. В действительности Он начал это, верно? Да, Он начал это. Да. Это благословение ведет нас в этот материальный мир со способностью возвратить землю, не только в вопросе людей, возвращая их назад, но также в вопросах материальной сферы на этой земле, возвращая это назад, потому что все это Адам потерял. Люди перешли к врагу, враг стал богом этого мира, и он стал контролировать богатство этого мира. Теперь Бог поставил нас здесь благословением или помазанием на нашей жизни, чтобы забрать это назад. Билл, я вижу кое-что. На самом деле, я никогда не видел это настолько глубоко до тех пор, пока ты не сказал об этом. Потому что ты затронул эту власть, чтобы обладать землей. Деяние 10 глава. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета силой. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Это благословение Авраама. Да. Бог был с Адамом. Адам разрушил это. Да, верно. Поэтому Бог вернулся к человеку и сказал, заключишь ли ты кровный завет со мной? Если заключишь, то я буду с тобой, потомками твоими после тебя. Вот что это такое, верно? Это то же самое. Теперь мы должны проследить это, потому что нам нужно дать людям знание того, что у них есть благословение Авраама, чтобы у них была вера, чтобы привести в действие это помазание. Искупительная работа Божья не проявляется автоматически. Необходима вера, чтобы это могло проявиться. Связующее звено. Связующее звено. Это вера. Это связующее звено с помазанием. Она соединит их с помазанием. Это связь между человеком и Богом. Поэтому нам нужно это иметь. Вера приходит единственным путем, через слышание, а слышание приходит от Слова Божьего. Поэтому, когда они слышат, эта вера будет приходить, чтобы приводить в действие это благословляющее помазание, которое приведет их к обладанию, к тому, что они снова будут владеть землей. Он хотел, чтобы мы входили в город и брали над ним контроль. Да, да. Слава Богу. Чтобы мы приходили в сообщество, которое было полностью испорчено и отстраивали его заново. Это благословение, которое есть на нашей жизни. Давай немного поговорим об этом обладании. Боже мой. Христианам было трудно прийти к этому. Они хотят переложить всю ответственность на Бога и сказать, «Ну, на самом деле, ничем не владею». Вы будете нести ответственность на уровне владения, потому что вы сонаследник со Христом Иисусом. Вы больше не слуга, но сын. Да. И вы ответственны за это. Да, все это принадлежит Богу. Но если это принадлежит Богу, Билл Уинстон, значит, это принадлежит и нам. Принять эту ответственность и стать ответственным. Я жду того, что ты затронешь это, потому что ты упомянул об этом сегодня за завтраком. Бог проговорил в твое сердце. И ты должен сказать людям то, что Он дал тебе этим утром. Когда я был очень молод, была песня, которую исполнял человек по имени Теннесси Эрни Форд. Кстати, он был верующим. Он был верующим. Хороший человек. Он пел такую песню. 16 тонн. Что я получаю? Еще на день старше и глубже в долгах. И затем он пел вот что. Святой Петр, не зови меня, я не могу пойти. Моя душа заложена в лавке компании. Билл Уинстон, это прообраз этой мирской, этой вавилонской неисправной вожденной системы. Да. Люди тратят всю свою жизнь, пытаясь ее как-то исправить, потому что она уже неисправна. Неисправна. Она неисправна. Это лавка компании. Это песня о шахтерах-углекопах. И в прежние дни угольных шахт, когда ты шел работать на них, у тебя не было ничего. Вы были полностью, совершенно нищими. Вы шли работать с углекопом. Они выплачивали вам аванс, когда вы начинали работать. Но они платили вам не в валюте США. Они платили вам в валюте компании. Единственное место, где вы могли потратить эти доллары компании... В лавке компании. В лавке компании. Поэтому вы приходили, и денег было немного, 30 долларов. Вы приходили, и цены на все были непомерно раздутыми, потому что они не имели никакого отношения к национальной экономике. А компания ничего вам по-настоящему не платила. Вы могли пойти туда и истратить свои доллары компании. Дьявольские деньги. Вы приходили и покупали себе пищу, покупали себе необходимые вещи. Теперь вы уже должны за месяц. Вам заплатили, но вы еще даже не работали. Поэтому вы не могли вырваться. Вы принадлежали им. Ваша душа была заложена в лавке компании. Если это не от дьявола, то чем еще это может быть, Билл? Именно такая система. Мы дойдем до этого на этой неделе. Но это та система, в которой находился Иаков, работая на лавана. Так и было. Он не мог вырваться. Его душа была в долгу перед старым лаваном. Он не мог вырваться. Он не мог вырваться. Вот о чем это вам говорит. Веди нас к этому. Я хочу это увидеть. Веди нас в это. Твоя проповедь уже обрадовала меня. Если вы откроете книгу «Бытия», скажу тебе, моя душа не в долгу. Не перед кем? Вот о чем Бог говорил, где написано «не оставайтесь должными». Абсолютно верно. Должник – раб взаимодавца. Раб взаимодавца, да. И вам не нужно быть в долгу ни перед кем, а только любить их. И не перед кем, кроме Бога, за то, что Он сделал для вас на кресте. Потому что долг подобен рабству. Это на самом деле так. Потому что это подобно рабству. Вот почему я хочу, чтобы все было оплачено полностью. Я не был должным никому ничем. Кто сказал? Лерой Томпсон называет это ложным процветанием, когда вы ездите на машине, которая на самом деле принадлежит банку. Понимаете, о чем я говорю? Иногда мы ездим на ней так, словно мы ее владельцы. Но это благословение нацелено на то, чтобы привести вас к настоящему обладанию. Боже мой. Вот для чего оно. И вот почему враг не хочет, чтобы вы покинули эту систему. Мне сказали, прощай, ловь, ты компания. Один человек сказал мне, что есть три вещи, которые мирская система пытается контролировать. Первое – это мельница, место вашей работы. Затем рынок, место, где вы делаете покупки. И следующее – это деньги или банк, место, где вы ведете бизнес. Он сказал, что если он может удерживать контроль над этими тремя вещами, тогда он свяжет человека и сможет держать его в рабстве. Билл Уинстон – это глубокая мысль. Мельница, рынок и деньги. Дьявол хочет привязать их к этой системе, он будет удерживать их в рабстве и так далее, в то время как Бог хочет дать им силу, и дьявол не позволит им выбраться. Знаешь, я думаю сейчас о том, как это повлияло на мою жизнь за последние 40 лет. Пока вы не двигаетесь и остаетесь в том же месте, остаетесь на этой работе, делаете ваши маленькие выплаты, живете от зарплаты до зарплаты, но если Бог скажет «Эй, Билл, я бы хотел, чтобы ты переехал в Саскатюон, я бы хотел, чтобы ты переехал на Аляску, я бы хотел, чтобы ты переехал в Аляску». У меня есть там работа, которую нужно сделать. Извини, святой Петр, я не могу поехать, моя душа заложена в лахте компании. Вы не можете сделать ничего из того, что Бог хочет, чтобы вы делали. Вы верующий, вы рождены свыше чада Божьего. Вы несете ответственность за ваше слово, верно? Да. Вы дали свое слово, что будете выплачивать эти платежи. Дали свое слово, что будете делать все это. Что вам теперь делать? Что вам теперь делать? Вам лучше верить Богу и вырваться оттуда. И кроме того, как вы собираетесь быть по сниженному Богу? Вы в стесненных обстоятельствах. Вы не можете. Именно так, по моему мнению, враг препятствует Евангелию. Люди не могут пойти, не могут пойти. Ни денег. Тело Христового нищее. И они находятся в таком положении, что даже не верят, что могут пойти. Да, абсолютно верно. И знаешь, когда Божьего призывал меня уйти из компании, в которой я работал, я пытался сделать это несколько раз. Но каждый раз, когда я пытался, счета начинали говорить мне громче всего остального. Я ухватился за эти учения. Я сказал, подождите минутку. Мне не нужно быть здесь должным никому ничем. И я начал размышлять над 29-м и 30-м стихами 10-й главы Евангелия от Марка. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер, или отца, или мать, или земли, и так далее, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время, с его стократ более. Я начал получать откровения о стократном воздаянии, но это та же глава, в которой он сказал богатому юноше сеять. Да, он сказал. Но он не мог этого сделать, понимаете? Это ваш билет на свободу, если вы только будете послушны. Да. И это благословение пойдет вместе с вами. Да, оно идет. И куда бог хочет привести вас? В это благословение. Билл, те люди во времена Иосифа увидели это. Целая нация, или даже две, видели это в жизни Авраама. И вся эта часть мира понимала, что на этих людях есть что-то. Это самое желанное. Если мы ухватимся за это, наше будущее обеспечено. Они видели его. Они видели его. И знаешь, я не понимал этого, пока ты не сказал это мне однажды. Они могли видеть благословение в те дни на тех людях. Да, могли. И они могли видеть его, и они должны иметь возможность видеть это благословение на нас. О, да. Они должны иметь возможность видеть это на нас. Когда они, наконец, поймут, что оно делает, и на ком оно есть, они захотят, чтобы вы работали у них в компании. Слушайте, вам лучше взять на работу этого христианина. Мне все равно, что вы о нем думаете. Вам лучше нанять его, потому что этот человек перевернет весь бизнес. На нем есть это благословение. Именно это и произошло. Давайте посмотрим на это. Хорошо. Вот что произошло с Иаковом. Это в книге Бытия. 28 глава книги Бытия. В 3 стихе 28 главы Бытия говорится, «Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомство твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму, унаследовать все, что есть у других». Я записал это в своем контексте, потому что в одном из переводов сказано, что он унаследует все, что есть у других, благодаря благословению, которое было на его жизни. Билл, это сказано не в плохом, а в хорошем смысле. Да. Хорошем? Да. Да. Богатые правят бедными. И если неправедные богатые правят бедными, тогда они захотят удерживать их бедными, потому что они становятся богаче, используя бедных. Да. Потому что они владеют этой лавкой компании. Праведные. Но те, которые праведные, в этом есть место описания, потому что Слово Божие говорит, что неправедные процветают в мире, но праведные процветают в Боге. Поэтому когда праведные богатые процветают, и начинают править бедными, то до тех пор, пока их мотив в том, чтобы сделать бедных такими же богатыми, как и они сами, когда они правят праведно, вот о чем думал Бог. Люди злоупотребляли этим в течение многих лет, но Бог все еще думает таким образом. Я сделаю тебя богатым, если ты сделаешь его таким же богатым, как ты. Вытащи его из нищеты, сделай его таким же богатым, как и ты. Когда я могу поставить его на другую область, и он сделает их такими же богатыми, как и он сам. Это распространяется по всему миру. Вот что намеревался сделать Бог. О мышлении одного пирога говорит людям, что если я получу большой кусок, то тебе не достанется. Тебе ничего не останется. И это неправильно. Не является истинным. Иисус из Назарета. Праведный правитель. Он самый богатый человек из существующих в небесах и на земле. Он владеет этой вселенной. В ней больше миллиарда галактик. Это значительная недвижимость. Как ты считаешь? Значительная. И он праведный правитель. Который может сделать и сделал бы, если бы люди ему это позволили, каждого на планете таким богатым, как ему и не снилось. Причем всех одновременно. И при этом он даже не коснулся бы своего капитального резерва, не говоря уже о его активах. И это уже было выделено еще до создания мира. Бог запланировал планету. Почитайте первую главу Ефесяна. Абсолютно верно. Он уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Во Христе Иисусе. Во Христе. Прежде создания мира. Чтобы сделать всякого человека, который когда-либо родится, начиная с Адама, таким богатым, как ему даже не снилось. Чрезмерно богатыми. Его план не изменился. Его план не изменился. Он никогда не имел этого. Каким-то образом люди пытаются все сосчитать. Ну, я не знаю. Все эти вещи сделают тебя своим рабом. Опять этот экстремизм. Если собираетесь называть меня экстремистом, тогда я не знаю, что вам делать с Иисусом. Я имею в виду, он... Сто кратное воздаяние в глазах людей само по себе является экстремизмом, потому что это Божий путь. Люди сердятся на тебя и на меня, словно мы это написали. Я этого не писал. Хотелось бы, чтобы я это написал, но я не писал. Иисус сказал это, Билл Уинстон. Но об этом написано прямо здесь. Он хочет, чтобы мы унаследовали это, потому что он хочет, чтобы мы стали распределительным центром для всемогущего Бога. Абсолютно верно. Мы с тобой говорили об этом прошлым вечером. Много лет назад, когда я только впервые ухватился за откровение о стократном воздаянии, Господь работал надо мной во многих сферах. Может быть, мы поговорим об этом позже, потому что наше время подходит к концу. Но Господь говорил мне об этом таким образом. Он сказал, я не могу просто пойти в мир и забрать у них их деньги. Он сказал, у меня нет никакого права поступить так. Я сказал, твое слово говорит, что богатство грешника сберегается для праведного. Он сказал, да, я сказал это, но оно сберегается. И добавил, у меня нет права пойти и забрать его у них. Но, сказал он, если мне удастся побудить мой народ встать и верить о стократном воздаянии и настаивать на этом передо мной до тех пор, пока количество денег в теле Христовом для этого будет уже недостаточным, тогда мне придется выйти за пределы тела Христова, чтобы взять их. Тогда у меня будет приоритет. И мое слово, данное вам, будет иметь превосходство. Мне придется пойти и взять это. Я верю, что это и происходит прямо сейчас, Билл. Да, я верю. Потому что нас теперь так много. Я говорю о многих тысячах из нас, которые верят Богу об этом. И если посчитать все твои мои пожертвы за последние 20, 25, 30, 35, 40 лет, это воздаяние размером с кораблью. И посчитать вас сто крат. Во всем теле Христовом не хватит денег, чтобы платить этот счет. Мы стояли в вере перед Богом, и это то, о чем он просил. Слава Богу. Не сравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. И мои прошения значительно выросли с годами. Здравствуйте, я Кеннет Коплант. Доставайте вашу Библию, потому что я сильно ожидаю. Билл Уинстон здесь, и у него есть что сказать вам сегодня. Этот день отмечает первый день вашего будущего. И оно могущественно. Я так восхищен этим. Отец, мы благодарим тебя. Мы благословляем и прославляем тебя за твое помазание на этой передаче. Помоги нам, Иисус, донести это в самой ясной, самой чистой и совершенной форме откровения в Духе Святом. Мы принимаем это верой во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о благословении Авраама. В действительности это благословение, которое Бог возложил на Адама, но Адам затем потерял его. Да. И смерть вошла в мир, и произошло изменение, которое Адам... изменение, которого благословение не коснулось. Изменение было грехом и смертью. До того момента этого не было на земле. Прошло время, и Бог шел у человека, чтобы повернуть благословение назад на землю. Это было то же самое благословение, потому что это присутствие самого Бога на земле. Абсолютно верно. И он нашел человека, который вступил бы с ним в Кровный Завет. И в книге Бытия Бог, заключая завет, сказал ему пролить кровь овнов и животных на земле. И он сказал, с моей стороны... Мой завет со своей стороны... Ты можешь сделать свой собственный выбор, Авраам. Но что касается меня... И он говорит, таким будет семя твое. И он пообещал ему все эти вещи, и Авраам сказал, хорошо, я это сделаю. И в тот момент благословение вернулось на землю. Веди нас дальше, Билл. В моем сердце и разуме я не осознал все это сразу же, как только узнал о благословении Авраама, потому что я узнал о нем из послания к Галатам. Я поверил в это, и это полностью изменило мою жизнь. Я увидел это за один день. На следующий день я уже думал иначе, чем за день до этого. Скажу тебе, как это коснулось меня. Я стал богатым человеком в моем сердце и разуме. В естественном плане я был таким же бедным, как и за день до этого. У меня не было денег. Буквально, у меня было недостаточно денег, чтобы купить бензин и выехать из города. Но на следующий день я был семенем Авраама. Я был санаследником со Христом Иисусом. Я хочу, чтобы вы знали, в тот день начали происходить определенные вещи. Чудеса происходили в моей сгорле жизни в следующий день, и все шло так. Нам пришлось сражаться со сражением веры. Я имею в виду, дьявол сбунтовался. Но мы победили. Мы победили, и мы победили, и мы победили, и мы победили. И именно это благословение совершило это. Но потребовалось время, прежде чем я понял и увидел это, изучая Библию таким образом. Вместо того, чтобы видеть маленькие кусочки, я увидел, как благословение сделало это. И когда я увидел это, я подумал, я наследник. Только посмотрите. Это изменило что-то внутри тебя. Именно так. И это все, что вам нужно сделать. Вот почему мы коснулись того местописания на прошлой неделе, что всякое растение в нас, которое не отец мой небесный насадил, искоренится. И это важно. Потому что, когда мы говорим о благословении Авраама, мы начинаем с Нового Завета. Послание Голада, третья глава. И мы начинаем говорить, что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, проклятсяк, висящий на древе. Зачем? Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Интересное местописание. В седьмом стихе этой же третьей главы говорится, «Познайте же, что верующая суть сыны Авраама». И поэтому это благословение... Четвертая глава послания к римлянам говорится о том же самом. Да. И он сказал, «Унаследовать обетование». Откройте четвертую главу послания к римлянам. Вы увидите, что в тринадцатом стихе четвертой главы он говорит, что обетование было в том, что он унаследует мир, землю. Бог возвращает землю назад в руки своих людей. И он делает это легально, сначала на бумаге. Теперь мы должны обязательно выполнить это. Но помазанием, чтобы выполнить это, является благословение Авраама. как Бог начинает это с жизни Авраама. Он говорит, «Хорошо, выходи оттуда». Откуда он должен был выйти? Он вышел из ура Халдейского, там поклонялись быками, луне и так далее, всем этим мини-богам. Бог говорит, «Следуй за мной, следуй за одним Богом». Это было изменением в образе жизни Авраама, потому что это не являлось тем, что он делал раньше. Теперь он следует за Богом, и Бог сказал, «Вместо, которое я укажу тебе, что означало, я не дам тебе путеводитель, не дам тебе карту, тебе придется следовать моим приказам». И именно это Авраам начал делать. Он пошел и увидел Ханаан, увидел, что там засуха, поэтому он пошел дальше в Египет. Там он сказал Фарону, что Сара его сестра, в то время, как на самом деле она была его женой, потому что он не очень понимал Божью способность защитить его. Пока еще нет. У него еще не было возможности узнать об этом. И это то, что делаем мы, когда мы следуем за Богом. Он делает взаимоотношения крепче и крепче. Знаете, когда Адам начал свое существование на земле, он не был совершенным, он был невинным. И он должен был возрастать и достигать совершенства через послушание. Самое в жизни Иисуса, если вы помните, что о нем сказано. Смотря на благословение на жизни Авраама, вот он идет, и Библия говорит, что Фараон выслал его из той страны и дал ему золото и серебро, все такое. Итак, он не зарабатывал все это, и это говорит о том факте, что благословение, которое на нашей жизни, нужно для того, чтобы вернуть землю, но чтобы получить наследство, а наследство — это что-то, что вы не зарабатываете, кто-то уже заработал это, а было передано нам. И теперь он меняет систему для Авраама. Он забирает его из системы, в которой он все получал трудом, в ту, где он все получает верой. Билл, мы не трудились, чтобы получить грех. Да, верно. Он был передан нам, потому что Бог так создал человека, чтобы действовать таким образом. Да. Иначе сатана не смог бы этого сделать. Да. У него нет никакой власти. Он мог бы этого сделать. Он духовный преступник, он потерял все, что имел. У него не было никакой творческой силы, ему нужно было то, что имел. Верно. Единственное, на что он мог положиться, это на то, что грех и смерть будут передаваться, наследоваться впредь мной, тобой и всеми остальными, потому что Бог на земле планировал это для благословения. На земле. И когда мы спасаемся, мы спасаемся по благодати. Когда женщина с кровотечением исцелилась, то она ничего не платила за это, она уже истратила все свои деньги. И она исцелилась, ничего не заплатив за это. Я говорю, что все, что у нас есть на этой земле... Как Иисус назвал ее? Да, Он сказал, Он сказал, дочь! Дочь! Черь! Вера твоя спасла тебя. Она была наследницей? Абсолютно верно. Что Он сказал о той скорченной женщине? Сию же дочь Аврааму не надлежало ли освободить от уст всех? Да. Боже мой! Мы должны прийти к откровению того факта, что мы сыновья и дочери всемогущего Бога и что мы семя Авраама. Мы получаем что-то, что передается нам. И так часто мы пытаемся заработать то, что уже является нашим. Итак, Авраам идет дальше, и он идет, и в Библии сказано, что благословение было для Авраама и семени его. Это 17 главе книги Бытия. Идет дальше, и в Библии говорится в 24 главе Бытия, что Елиезер начал говорить с членами семьи невесты Исаака, и он начал говорить с ними, сказал им, «Господь весьма благословил Господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец, и волов, и серебро, и золото, рабов, и рабы, и так далее». Мы должны увидеть все это, потому что точно так же, как Бог благословил Авраама, он хочет повторить это и в нашей жизни. Это то, что мы должны взять, и над чем мы должны размышлять какое-то время. Билл, если бы это было только для Авраама, оно бы там и остановилось. Оно бы там и остановилось. Но это было в жизни Авраама, Исаака, оно стало больше, чем у Авраама со временем, и у Якова больше, чем у Исаака со временем. Продолжай. Из Иова. Да. И Бог говорит о том, как много всего было у Иова. Бог начинает рисовать картину этого. Самый богатый человек Востока. Но тот образ, который бытовал внутри нас, это то, что у Авраама было несколько овец на склоне горы и пыльная борода. Знаешь, это то, что мы видели, и это неправда. Он владел половиной области. И потом мы видим, как Иаков владел государством. И я просто говорю, что это продолжало увеличиваться. А мыси, как он получил это? Он с теми Авраама. Абсолютно верно. Да, верно. Бог привел его туда и вновь заключил с ним завет, чтобы он мог понять, потому что у него не было настоящего понимания. В нем было так много Египта. Он был воспитан, как наследный принц Египта. Поэтому он прошел через все, через что Бог вел его на той горе. И он показал ему, кем он был. Он с теми Авраама. И Бог был огорчен, потому что потомки Авраама не действовали в благословение Авраама. Они были под гнетом рабства. И до тех пор, пока фараон или мирская система контролирует эти вещи, Божьи люди будут оставаться в рабстве. Нам нужно получить это право владения назад. Билл, я должен упомянуть это, потому что в умах многих людей есть непонимание. С точки зрения Бога и с точки зрения Слова Божьего, они находились в рабстве 400 лет, а плохо с ними обращались всего 40 лет. И вот к тому, почему этот конкретный фараон так сильно ожесточился. Слово Божье говорит, что это было из-за того, что они забыли об Иосифе. Да. Благословение Авраама на Иосифе сделало фараона самым богатым человеком в мире. Иосиф был в тюрьме. Благословение на нем помогло истолковать тот сон. И в процессе мы не будем вдаваться подробностей. В то время фараон был номинальным правителем, а собственность Египта принадлежала людям. Да. Благодаря плану Иосифа, а именно торговать едой во время голода вмен на собственность помогло фараону завладеть сей землей в Египте. Он был самым богатым человеком. И благословение Авраама на Иосифе сделало это. Фараоны помнили Иосифа. И они уважали народ израильский. Но в Божьем понимании израильтяне были в рабстве. И не важно, что с ними хорошо обращались. И там было не место. Они должны были быть в другом месте. Они все еще жили в домах, предоставленных государством. Хотя эти дома и были неплохими. Но затем этот фараон забыл об Иосифе. И что он сделал? Он начал попирать это благословение, и оно обратилось против него. И оно стало проклятием. И благословение пришло на Моисея. Произошли определенные события. Определенные события. Они снова были серебро и золото. И благословение сделало то, что оно всегда делает. Оно подняло их в другой уровень и вывело их оттуда. И они снова с Богом, и Бог движется. Полностью тот же самый процесс. Верно? Тот же процесс. То же наследство. Тот же процесс. Полностью все то же самое продолжается. Это перешло от Авраама и Исаака. Он сказал Исааку, не ходи в Египет, и в земле, о которой я скажу тебе, я буду с тобой и благословлю тебя. И исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Я буду с тобой. Это благословение. Это благословение. Бог там. Он сел в земле, где был голод, и получил вас сто крат в тот же год. И Бог благословил его так, что он пережил умножение. Това роль этого благословения. Давать нам умножение все больше и больше. Нам и нашим детям. Как ты сказал кое-что раньше, вспоминал об этом вчера, и снова сказал об этом сегодня. Чтобы это благословение действовало, к нему нужно обратиться с верой. Когда они перестали обращаться к нему, то понемногу вышли из благословения Божьего. Я говорю о народе израильском в Египте. Потихоньку они оказались в благословении фараона. И затем, когда фараон разозлился, это прекратилось. Да. И для того, чтобы вернуться к благословению Авраама, кто-то должен был привести их к тому, чтобы снова обратиться к этому благословению. И Моисей сделал это. Бог возвел его на ту гору и показал ему, как это сделать. Восстановил завет с ним. Верно. И показал ему суть этого. И сказал, запиши все это, чтобы люди могли уследовать это. Он так и сделал. Бытие, исход, левит, числа в Терозаконе, пятикнижие, книги закона. Это благословение Авраама. Вот где мы узнаем о нем. Оно было именно там. Именно потому Бог уделил время тому, чтобы сказать вам в книге Бытия, что Исаак получил во сто крат в том же году. Он пытается сообщить вам, что это часть благословения. Он хотел... Именно так это должно работать. Именно так это должно работать. Да. Дальше он говорит об Иакове. Теперь благословение переходит к Иакову. Иаков и Исаав, вся эта история. Иаков получил благословение. Исаав собирался убить Иакова, потому что он украл благословение Исаава. А получил он его только потому, что Исаава не было до него никакого дела. Не было до него никакого дела. И многим людям, я думаю, в теле Христовом нет никакого дела до этого благословения, в основном потому, что они не знают о нем. Их не учили о благословении Авраама. И это благословение для того, чтобы приносить материальные вещи на эту землю. Оно поможет этому прийти в вашу жизнь. Итак, что произошло? Иаков увидел ту девушку и влюбился в нее, и захотел жениться на ней. Она была дочерью человека по имени Лаван. Лаван сказал, «Поработай на меня семь лет, и отдам тебе ее в жены». Он работал семь лет, но потом Лаван отдал ему дочь, да, но отдал ему не ту дочь. Билл, как ты думаешь, почему Лаван был так заинтересован в том, чтобы человека, проработавшего у него семь лет, удержать еще на семь лет? Как ты думаешь, почему он хотел удержать этого еврейского юношу? Что там было такого интересного в том, когда они встретились? Он увидел благословение на его жизни. Кстати, не думал ли ты о том, что когда Иаков только начал работать на Лаван, и Лаван был нищим? Нищим? Бедный пастух-овец, у него не было богатства. Его дочь была там, посла овец. Быть не должно, потому что Давид говорил, что там были львы и медведи. У Лавана не было денег, чтобы нанять кого-то. Поэтому, когда Иаков пришел к нему, он был нищим. Но Иаков начал работать, и благословение начало проявляться. Благословения начали приходить на его имение. Благословение на руках Иакова пришло к Лавану, потому что Иаков работал на него. Если враг может удерживать кого-то, на чьей жизни есть благословение, то бы тот работал на него, а он получал результат благодаря этому. Боже мой. Вот что он делал. Да, он это делал. И он точно не хотел, чтобы Иаков вернулся в обетованную землю? Он не хотел, чтобы он был там? Не хотел. И вот что Иаков сказал ему. Он сказал, послушай, я должен уйти, я хочу забрать мою семью, у меня обе жены, у меня дети, я хотел бы забрать их. Я провел здесь годы и годы, я хочу забрать их и уйти. Лаван ответил, скажи мне, сколько ты хочешь, чтобы я заплатил, я заплачу тебе. Иаков ответил, нет, ты менял зарплату 10 раз. Ты уже менял мой заработок 10 раз. И добавил, скажу тебе вот что, не плати мне ничего. Старый хитрец. Не плати мне ничего. И это порядочность, потому что недостаток порядочности, это одна из ключевых причин, почему многие люди не достигают обетованной земли. Билл Уинстон, ты бы остался работать там, где кто-то менял тебе зарплату 10 раз. 10 раз. Необходимо много веры в Бога, чтобы мириться с этим, верно? Да. Итак, Иаков сказал, не плати мне ничего. Вот что я сделаю. Все потомство овец и скота, которое будет с крапинами и с пятнами, будет моим. Остальные будут твоими. Лаван подумал, что выиграл, потому что знал, как рождается потомство у скота. Очень редко рождался скот с крапинами и пятнами. Но Иаков видел сон. Сегодня мы называем это откровением. И вот что происходит. Оно исправляет или изменяет нашу веру. Когда мы можем видеть что-то, чего мы не могли видеть раньше, это заставляет нас действовать совершенно иначе. Да. И когда это происходит, Бог может работать через вас. Он может работать через вас лишь настолько, насколько вы верите. Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Он сказал, все возможно верующим. И что произошло с этим сном? Он изменил веру Иакова. И когда это произошло, Иаков смог поверить в невозможное. Он мог поверить, что весь скот будет рождать с крапинами и с пятнами. Слава Богу. Знаешь, если остановиться, задуматься об этом на минуту, Билл, по-другому он бы никак этого не смог сделать. Он не мог открыть послание Галатам 3.13. Это еще не было совершено. Не было. Но у него была вера в благословение. Он боролся, чтобы получить это благословение. Он обманывал, он крал, улгал. Он знал, что это такое. И он знал, что из Саву не было до него никакого дела. Поэтому он знал, что у него была возможность получить его. Должно быть, он думал, это благословение моего отца и нашего Бога на мне. Меня обманывали всеми возможными способами. Но это не имеет значения. Я процветал все это время. Я собираюсь стать настолько большим, что этот старик не держит меня. Именно так он и сделал. Верно? У него была вера и уверенность в этом благословении. Боже мой. Это благословение под водительством Божьим ведет нас в такое место, где мы сможем действительно получить владение над всем. Над всем. В эту последнюю минуту, Билл, так как это самое важное, что ты сказал на передаче. Да, мой. Я верю, что именно поэтому люди в то время имели такую уверенность. Библия говорит, что Авраам стал Авраамом и был полностью, совершенно уверен, что Бог способен сделать то, что он пообещал. Что тогда они имели эту твердую, неизменную, непоколебимую веру, потому что это благословение передавалось через кровь. Оно было основано на кровной клятве Бога. Слава Богу. И каждый из них был обрезан и пролил кровь ради этого. Насколько же больше? Галатам 3.13 должно значить для нас. Потому что для нас это основывается на висящем на древе, чтобы благословение Авраамова распространилось на язычников через Христа Иисуса. Мы получили это благословение через кровь. Слава Богу. Это кровь между нами и Богом. Чтобы овладеть всем. Он назвал Авраама владыкой неба и земли. Он назвал его так? Он сказал, благословен Бог, владыка неба и земли. Благословен Авраам, владыка неба и земли. По завету он овладел небом и землей. Вы, заключая завет с человеком, не можете не выйти на его уровень. Я верю, что вы поняли это сегодня. Говорю вам, вы являетесь кровным братом Иисуса из Назарета. Он ваш сонаследник. Владеет всем. Но это не принесет пользы, пока вы не высвободите вашу веру и не скажете «Иисус, пойди в мое сердце». Я посвящаю мою жизнь тебе. Аллилуйя. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующих». Сегодня с нами снова брат Билл, поэтому давайте помолимся и сразу же обратимся к Слову Божьему. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Во имя, которое выше всех имен, которое Ты дал людям, и через которое люди спасены. И входит в благословение Авраама. Мы так благодарны Тебе за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Билл, это было хорошее время, верно? Слава Богу. Я просто не могу тебе передать, как сильно это благословило меня. Вчерашняя передача просто действительно напомнила. Она напомнила мне ранние дни нашей сглории жизни. Когда мы впервые приехали в университет Орла Робертса. И, конечно, ты тоже там учился. И я приехал туда. И было невозможно. Особенно в то время, когда ты и я были там. Вы не могли попасть туда и не услышать о стене и жатве. Просто не могли. Это на каждой стене. Это было везде, куда бы вы ни посмотрели. Это было самое первое, за что я ухватился. И я подумал, о Господь, все это основано на семени. Это просто удивительно для меня. И, конечно же, когда мы сглорией были там, мы были настолько нищими, что не могли ничего оплатить. И в время мы не могли представить, как мы сможем добиться хотя бы чего-то. Каждый шаг. Поход в продуктовый магазин, Билл. Мы шли по продуктовому магазину, и Глория молилась на языках. Она даже не позволяла мне заговорить с ней. Просто молилась на языках все время, пока была в магазине. Мы подходили к кассе, и там считали наши покупки. Не приходилось ничего возвращать на полки. Слава Богу. Мы выходили оттуда нищими. Я понимаю. Но у нас было немного еды. Я очень устал жить так. Но что-то произошло. Я был пилотом в евангелиционной команде Орла Робертса. И также слушал кассеты брата Хейгена. В дневное время я посещал занятия. Я также возил Орла Робертса на самолете 7-8 дней подряд, летая на те собрания. Я возвращался, шел в свой учебный класс, я брал все свои пропущенные лекции и уроки и так далее. Пёрстывал. И все это время слушал кассеты брата Хейгена о вере и о праведности Божией и так далее. И я наблюдал, как брат Робертс делает то, что я слышал в проповедях брата Хейгена. Духовно я рос быстро, как сорняк, просто скачками и рывками. И в то время я думал, что проведу там 10 или 12 лет, проходя всю последипломную программу. Но затем Бог проговорил и сказал, «Я готов работать с тобой сейчас». В самое время я слушал, как брат Хейген учил о том, что Христос искупил нас от клятвы закона. Ибо написано «Поклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. И затем 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, и по обетованию наследники». Это врезалось в меня, как грузовой поезд, идущий по туннеру. Я имею в виду в тот день, когда я прочитал это. Я рос, и я жил верой, и все работало. Я все еще был в университете, и все работало. Я был в таком положении, когда должен был начинать служение. У меня не было ни цента. И я не мог даже выехать из города. И я не мог понять, как вообще в мире... Никто ничего не знает обо мне. Как я вообще хоть что-нибудь сделаю? Я делал это верой. Моя вера работает, и я силен. В тот вечер, на следующий день, я закрылся в своем гараже, где стояли бочки для мусора, на семь дней. И я сказал Глории, «Когда ужин будет готов, позови меня». Но если я не приду через пять минут, вы с детьми начинаете кушать. И большую часть времени я даже не ел, а просто оставался там. И я слушал те кассеты. И когда он цитировал Местописание, я открывал ту книгу в Библии, в которой было это Местописание. И читал всю книгу. Например, если это было в третьей главе Послания Галатам, тогда я читал все Послания Галатам. Потом снова включал кассету. Я выходил оттуда, ложился спать, вставал на следующее утро, возвращался в свой гараж и делал это семь дней. Когда я ухватился за то, что благословение Авраама пришло ко мне во Христе Иисусе, что-то произошло во мне. И на следующее утро, когда я встал, я был уже другим человеком. Я был наследником Божьим. У меня было не больше денег, чем в прошлый вечер. Но для меня это было неважно. Я богатый человек. Богатые люди не волнуются о том, что они сегодня получат. У кого-то что-то где-то есть. Другими словами, какая разница? Все, что я должен делать, это идти и делать то, что я должен. То-то это счета. Знаешь, царь покупает без денег. Абсолютно верно. Он не носит деньги с собой. Он говорит, я хочу это, я хочу то. Кто-то идет и покупает это, и оплачивает счет. А он просто получает это, что бы это ни было. И в Писании говорится, что мы должны покупать без денег. Да. 55 глава Исаии. Поэтому следующее утро изменилась моя перспектива. И начиная с того дня, один маленький шаг за другим, события начали происходить. Я научился как ходить верой, но теперь с верой обращался к Слову Божьему об этом благословении Авраама. Это прямо там. Еще одно, что я хочу добавить к этому, потому что на этом мы остановились вчера. Я хочу сказать нашим телезрителям, которые смотрят нашу передачу, потому что я вдохновлен тем, куда ты двигаешься, что не хочу отнимать больше времени, чем нужно. За несколько недель до этого, даже скорее за несколько месяцев до этого, я летел на самолете из Хьюстона в Форт-Уорд. И я сел на переднее сидение. Это был один из тех небольших самолетов. которые компании Брейнев и Юнайтед использовали все время, или компания Американ. Палка была. И я летел на одном из них. Я сел на переднее сидение, потому что не хотел сидеть за кем-то. Поэтому мои ноги упирались в перегородку. И в мой карман кто-то положил маленькую красную книгу Э.В. Кеннина о Кровном Завете. Я сидел там и читал. Я являюсь потомком коренных американцев. И Кровный Завет имеет значение. Для меня это имело значение. И когда я был маленьким мальчиком, мне нравилась эта идея. Я так сильно хотел, чтобы у меня был кровный брат. И я знал, что делать. У меня не было братьев и сестер. Я хотел, чтобы у меня был Кровный Брат, но я не мог найти никого, кто согласился бы порезать свой палец. Не очень много белых ребят хотят резать палец и заключать завет. Я тоже не очень-то хотел. Но я бы сделал это. Я начал читать и подумал, Иисус из Назарета мой Кровный Брат. Только посмотрите. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф стержнем веры всех этих великих людей в 11 главе Послания к евреям. Согласно 6, 7 и 8 главам Посланий к евреям, был Кровный Договор. Это якорь для души. Авраам стал полностью убежден тогда, когда Бог прошел в крови перед ним. Это так впечатлило меня, что я начал постукивать по перегородке ногой. Я не специально стучал, я просто не мог сидеть спокойно. И тут подошла стюардесса с тележкой с напитками. Она подошла ко мне с этой большой натянутой улыбкой на лице, у нее была тележка с напитками, и она сказала, «Что бы вы хотели? О, нет, вы уже слишком много выпили». И она отвернулась. Она подумала, что я был пьян. И я был. Но от чего-то другого. Я был так восхищен Кровью. Когда эти два откровения соединились вместе, это то, что случилось с Авраамом. Когда эти две вещи соединились, соединение, что Бог пообещал мне это благословение Иисуса, которое действительно его. Авраам получил благословение Иисуса. Иисус получил не благословение Авраама. Это Авраам учил благословение Иисуса согласно послания Галатам 3, 14, 15, 16. Мы знаем это как благословение Авраама. Оно в крови. Оно не имеет никакого отношения к моему происхождению, цвету моей кожи, моей расе, моему полу, моей нации, к тому, где я родился. Родился ли я в пещере в Африке, или в пыльной буре с западного Техаса, не имеет значения. Оно приобретено кровью Иисуса, основано на этой крови. Это завет, заключенный в теле Иисуса из Назарета. Его кровь стекала по тому деревянному кресту. И это благословение было гарантировано Биллу Уинстону и Кеннету Копланду, и вам, и всем остальным из нас, кто отдаст свою жизнь Иисусу. И он, хозяин этого, его кровь, вступая в действие. Боже мой. И когда до меня это дошло, начиная с того дня, я был таким же богатым, как и сейчас. Да, верно. Единственное, что я сделал, Билл, это позволило проявиться тому, что внутри меня. Просто сделал это в вере. Это убрало всю борьбу и мысленные вопросы. Как же это произойдет? Эти мысли приходят, но вы смеетесь над ними. Ты приходишь ко мне со всем этим, после всех этих лет, дьявол. Ты глупый, ты приходишь и спрашиваешь меня, как же Бог сделает все это для тебя. Ты пришел ко мне слишком поздно, глупец. Как? Мне все равно. Как? Бог честный. Он может сделать это любым способом, каким захочет. Но я иду. Я опираюсь на кровь Иисуса. Я стою на Слове Божьем, опираясь на крест. Боже мой. И это происходит независимо от того, где вы, независимо от того, в каком состоянии находится экономика. Это не имеет никакого значения. Никакого значения. Потому что это обкреплено самим Богом. Он автор этого. Мы остановились вчера, говоря об Иакове, и как Иаков работал на Лавана. Но Лаван, используя свою систему, обкрадывал Иакова, забирая все, что у него было. Иаков не мог вырваться, был в долгу. Вероятно, был должен за все. Лаван постоянно менял его заработок. И он изменял его раз в 10 раз, но я думаю, что внутри него поднялось какое-то беспокойство. И он сказал, «В моей жизни есть это благословение, а я остаюсь нищим». Он пробудился к этому. И что произошло? Он обратился к этому помазанию. Но он это сделал, верно? И оно дало ему мудрость, которая понадобилась, чтобы победить ту систему. И он поменял системы. Он сказал, «Нет». Лаван спросил, «Как ты хочешь, чтобы я заплатил тебе?» «Я заплачу так, как ты захочешь». И Иаков ответил, «Нет». Скажу тебе, «Мы уже это пробовали. Не поплати мне ничего». И что он делает теперь? Он вышел из этого, верно? Он ушел от этого, да. Я вижу это. Да, мы сделали это. Ты сделал это. Я сделал это. Все сделали. Вам нужно сделать это. Вам не нужно больше смотреть на вашу зарплату, как на ваш источник. Вам нужно уйти от того, что зарплата является вашим источником, и перейти к тому, что она является вашим семенем. И сказать, «Вам не нужно платить мне ничего. Все, что я должен делать, сказал он, все, что у скота родится с пятнами и крапинами, будет моим. Семя. А остальное будет твоим». Закончилось тем, что он завладел всем, что было у Лавана. Я говорю это только потому, что он хочет, чтобы мы приносили изменения в те места, куда Бог ведет нас. Это может быть в вашей церкви, это может быть в вашем городе, это может быть даже в вашей нации. У вас есть достаточно помазания благословения Авраама в вашей жизни, чтобы изменить все вокруг вас. Билл, именно благословение Авраама создало Эдемский сад. Абсолютно верно. Адама там еще не было? Да, верно. Но именно благословение сделало это, верно? Да. Разве нет? Да. Но было умножающим, обогащающим благословением. Да, несомненно. Потому что это Бог. Он тот, кто создал это. Боже мой. Затем благословение создало Адама. Благословение создало Еву, чтобы благословить Адама ею. Благословение помазало его, чтобы благословлять, умножать, восполнять и подчинять себе всю землю. всю землю. И Адам потерял это. Тогда Бог, через кровь и завет, передал это созидающее Эдемский сад. Благословение Аврааму, Исааку, Иакову, Иосифу, Иову, Давиду, Соломону. Оно передавалось по этой линии. Верно? Позвольте мне показать вам кое-что, потому что многие люди пропустили это. Писано в последнем стихе 30 главы книги Бытия. Я собираюсь поделиться этим. Там сказано, «И сделался этот человек весьма, весьма богатым. Было у него множество мелкого скота и рабыни, рабов, верблюдов и ослов и так далее, и тому подобное». В первом стихе 31 главы говорится, «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у Отца нашего, и из имения Отца нашего составил все богатство сие». В первом стихе впервые в Библии упоминается слово «слава». Здесь оно переведено как «богатство». Посмотрите на это. Здесь говорит, что он сделался весьма богатым. Если вы посмотрите в 31 главу Бытия, вы увидите, что он проработал на Лавана в общей сумме 20 лет. Он работал 14 лет за двух его дочерей, затем дополнительно еще 6 лет. В 21 год он получил больше умножения за один год, чем он получил за 20 лет работы на Лавана. Вилл, это важно. Повтори это еще раз, давай разберемся с этим, это важно. Это ключевой момент. Что произошло, когда он ушел от одних стандартов и перешел к другим? Верно? Посмотрите, что произошло. Он перешел к этому благословению, поэтому благословение стало его источником. Верно. И внезапно пришло быстро умножающееся богатство. Авраам стал Авраамом и процветал в этом благословении. Но оно не достигло вершины своей славы, пока ему не исполнилось 100 лет, и у него появился сын. Да. И когда он стал абсолютно, полностью убежден в этом, благодаря этой крови, и сделал шаг в этом благословении, у них родился ребенок, который не мог родиться с естественной точки зрения, и это сделало благословение. Именно оно, потому что он уже старым человеком, и его уже набрали полностью всю свою жизнь. Это сильно Билл Уинстон. Он был благословлен. Продолжай дальше. Его 21-й год. Один этот год произвел больше, чем все остальные 20 лет вместе взятые. Боже мой. Боже мой. У Бога по-прежнему нет привычки делать богатым этот мир. Он хочет обогатить своих людей. Он хочет сделать так, чтобы была разница между его людьми и людьми мира. Он хочет принести изменения, и хочет, чтобы мы были способны проявлять это, потому что он хочет, чтобы люди видели, кто он. Это по-прежнему. «Идите и наполняйте землю». Землю. По-прежнему то же самое. Он не сказал «Идите в мир и возьмите это». «Вместе это потратим». Это было «Я даю это вам», а затем «Вы обеспечивайте мир». Я верю, что Бог хочет принести изобилие, чтобы оно приходило через церкви. Абсолютно верно. В каждый город. Билл, я убежден в этом. Скажи мне, что ты думаешь об этом. Мы наблюдали это, когда все эти ураганы и все остальное уничтожило много собственностей и много всего на побережье Мексиканского залива. Я по-прежнему убежден, что вся та ситуация с ураганом Катрина, но в особенности в Новом Орлеане. Я не думаю, что правительство, штат Луизиана, что город Новый Орлеан, я не думаю, что кто-нибудь мог помочь в той ситуации, кроме церкви Иисуса Христа и того обеспечения, которое приходило через церкви там, чтобы отстроить церковь, а затем окружающие районы. И это произвело то, о чем сказано в Библии. Его благословение восстановило все это. Если мы будем ждать, пока правительство сделает это, то я не думаю, что они когда-нибудь смогут это сделать. Это произошло намного дальше. Я не смотрю свысока на правительство. Я не смотрю свысока на чиновников. Я не смотрю свысока на губернатора Луизианы или мэра Норлеана. Я не смотрю на них свысока. Но послушайте, они просто ухватили тигра за хвост. И так и раз, когда они что-нибудь делали, тигр разворачивался и кусал их. Это дошло до такой степени. И Бог сидит и говорит, «Когда же вы? Когда вы вас зовете ко мне?» В первом стихе 3 главы 2 послания к Тимофею сказано, «В последние дни наступят времена тяжкие». Мы посреди этого, верно? Мы посреди этого. Времена. Я посмотрел в нескольких местах Писания. Времена огромного тресса. Времена, с которыми тяжело справиться. Это различные переводы. И мы среди этого. Церковь сейчас становится единственной надеждой для мира. В нашей жизни есть благословение. Да, умножаться, наполнять. Обладать землей. Да, мистер Уинстон. Да. Я вижу это. Да. Мы входим в это время. Для нас это оно. Да, верно. В следующий раз нам нужно начать с Иосифа и поговорить о том, как Иосиф создал самую сильную экономику. Билл, мы говорили об этом уже, Мой. Но я вижу это сейчас больше, чем когда-либо. Каждый потомок становился больше предыдущего. Возрастал. Так и должно было быть, верно? Твои дети. Твои дети. Возрастают. Должны ходить в намного больше вере. Именно так. Чем мы с тобой. Потому что они берут все, чему мы научились, и затем они строят на этом свое откровение. Верно? Верно. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Прямо сейчас делайте то, что есть в вашем сердце. Бог призывает тысячи и тысячи из вас выйти оттуда, где вы находитесь, войти в служение, которое он призвал вас исполнять. Вы стояли в стороне, говоря, я не могу этого сделать, я не подхожу, я не образован, у меня нет денег, моя жена меня не любит. Каким бы ни было ваше оправдание, разве вы не знаете, что Бог знал об этом до того, как призвал вас? Его не интересует то, что вы способны сделать. Его не интересуют ваши навыки. Он не смотрит ваш школьный аттестат, прежде чем призвать вас. Он способен сделать это. Слава Богу. Теперь выходите из лодки и идите по воде. И мы с братом Уинстоном вернемся. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Поведоносный голос верующего». Всю прошлую неделю и эту неделю у нас была одна из самых помазанных и одна из самых заряженных атмосфер в этой студии, которые я ощущал за 25 с лишним лет существования этой передачи. И это не только из-за того, что у нас в гостях Билл Уинстон, хотя, в части, это и так, но это из-за того времени, в которое мы сейчас живем. И если вы начнете ходить и работать, и работать, и работать со Словом Божьим в вашей жизни, то это произойдет за вашим кухонным столом, в вашем классе воскресной школы, в вашей церкви, в вашей машине, в вашем бизнесе. Это произойдет, где бы вы ни находились, потому что благословение Авраама – это сам Бог, пребывающий с вами и никогда не оставляющий вас. Аминь. Билл? Да? Начинаем. Мы подошли к тому, о чем мы с тобой все это время и говорили. Мы подошли к тому, чтобы большинство людей никогда раньше не слышало о благословении Авраама. И вы должны слышать об этом, потому что если вы не слышите об этом, тогда у вас нет веры, чтобы активизировать это помазание, чтобы это проявлялось в вашей жизни. Это не проявляется автоматически. Необходимо, чтобы вы обращались к нему. И вот что мы делаем. Мы даем людям достаточно информации и понимания, чтобы они могли обратиться к этому помазанию, которое уже является частью их жизни, как верующих, чтобы оно могло проявиться в тех сферах, где они находятся. Оно может поднять их на вершину в тех сферах. Оно может дать им умножение. Я говорю о больших дарах. Оно может привести их в такое место, где у них будут мудрость и ответы. Оно может принести освобождение. Мы говорили об этом в конце прошлой передачи. То во втором послании к Тимофею, в первом стихе третьей главы сказано, «В последние дни наступят времена тяжкие». В другом переводе это звучит так, «Времена, с которыми тяжело справляться». И мы сейчас входим во времена, когда церковь является единственной надеждой для мира. Разве вы этого не видите? Я вижу это в большей степени, чем я видел за 40 лет служения. Почти 40 лет. Я никогда не видел такого раньше, когда происходит умножение определенных событий по всей Земле в такой степени, что правительство не знает, что делать. Да, подумайте об этом. Мы входим во время Иосифа. Да. Конечно же. Это такое время. У фараона не было ни одной идеи о том, что делать. Что делать? А в жизни Иосифа было благословение. Я вижу это. Я помню, когда я еще работал на компьютерную компанию, большую международную компьютерную компанию, мы проходили через тяжелые времена. В экономике просто был спад, не было хороших продаж компьютеров, и мы, менеджеры, собирались 12 часов на обед и просто дружно жаловались. Тогда компьютерный бизнес не был такой необходимостью, как сейчас. Да. Это было почти роскошью. И когда все пошло на спад, люди сказали, ну, мы не будем их больше покупать. Где ваши карандаши? Заточите карандаши, так вы сможете сделать это на бумаге. Да. Мне нужен этот компьютер. Потому что мы говорим сейчас о 80-х. Да. Это было еще в 80-е годы. Совершенно верно. В экономике начался спад. Когда все пошло на спад, я сказал, что же нам делать. Все менеджеры вышли и начали жаловаться. Я изучал тот факт, что могу исповедовать определенные вещи, провозглашать и менять системы. Даже в то время. И делать это так, чтобы мое умножение приходило изнутри наружу. И что я могу селить Слово Божье, и что Слово Божье, возрастая внутри меня, произведет для меня то, в чем я нуждаюсь в своей жизни. Бог твой источник. Бог мой источник. Это благословение Абрама твой источник. Верно. Абсолютно верно. И что я сделал? В последний день месяца мне позвонила моя сестра. Она спросила, «Как поживаешь, брат?» Я не хотел говорить ей, «Как дела на самом деле?», потому что я был не просто на нуле, я был в НУСе, в смысле бизнеса. Я был в плохом состоянии. Я знал, что мой начальник придет в конце дня и скажет, «Рассказывайте, где продажи?» И он не хотел слышать никаких оправданий. И все менеджеры пытались составить отчет, объясняющий, почему у нас нет сделок. Сказал мне, «Не участвуй в этом». Когда она позвонила, я сказал, «Бизнес идет прекрасно. И если...» Да, просто у тебя ничего не получалось. И я сказал, «Если ты позвонишь мне днем в пять вечера, у меня будет больше сделок, чья смогу оформить». Это говорила твоя вера? Это говорила моя вера, но я активировал благословение. Оно не автоматическое. Оно заставляет вас выйти из зоны комфорта вашей плоти и ведет вас в сферу духа. И что произошло? В 12 часов дня мои представители по продажам могли звонить отовсюду. «Эй, Билл, мы только что получили большой заказ». Я сказал, «Принимайте». В пять часов вечера я сидел там, оформляя сделки. Мой начальник смотрел из-за моего плеча. Он сказал, «Билл, послушай, этого достаточно. Давай пока закончим на этом. Давай оставим часть этого на следующий месяц». Происходило ли то же самое с кем-то из остальных менеджеров? Ни с кем. Это не имело никакого отношения к экономике, верно? Сделок, которые поступили ко мне, хватило на всех остальных менеджеров. Фактически, я изменил судьбу этого офиса за один день. Поэтому благодаря твоей вере... И я не говорю, что я сам сделал это. Я знаю. Было благословение, которое есть во мне и в любом первом, чем в теле христовом. Верно? Это то, что я изучал в то время. Ты поменял системы. Я поменял системы. Я понимаю. Я должен был перестать говорить негативно. Я должен был перестать участвовать в том, чтобы думать так, думает этот мир. Я должен был отойти от этого. И сначала мне было неудобно говорить это, потому что после того, как я сказал это, я знал, что это говорит не мой разум. Это вышло из моего духа, потому что от избытка сердца говорят уста. И смотрите, что получилось. Это не только произошло в том месяце, это произошло и в следующем месяце. Неужели вы думаете, что я не получил повышение? Конечно, я получил, если только твой начальник не был глупцом. Это то, что Лаван увидел в Якове, верно? Это то, что он увидел. И это привело меня на вершину в моей работе. Это подняло меня на самый верх. Твой начальник смотрелся в хорошем свете. В хорошем свете. Начальники над ним говорили, интересно, чем он мотивировал этого человека? Но не его заслуга. Не его заслуга. Потому что экономика не может повлиять на благословение. Не может повлиять на это. Мне это нравится. Это благословение. Теперь мы посмотрим на жизнь Иосифа. Иосифу снится сон. Благословение на нем. Ему снится, что он правитель, что он владеет всем. И вот Иосиф рассказывает об этом. И тут приходит дьявол. И он очень зол. Почему? Потому что он против этого помазания. И что он делает? Он пытается уничтожить Иосифа. Но Бог защищает его. И его братья решают его продать в рабство. Помните, мы переходим от системы купли-продажи к системе сеяния и жатвы. Конечно же, мы будем продавать что-то. Но в основном наше умножение будет приходить больше от того, что мы сеем, чем от того, что мы продаем. И что происходит? Вам нужно поразмышлять над этим немного, потому что, конечно же, мы оперируем и в бизнесе. Мы в бизнесе, чтобы получать прибыль, получать доходы и так далее, и тому подобное. Но вы увидите, что это прежде всего начинается с сеяния Слова Божьего. Когда ты работал на ту компьютерную компанию, ты был в бизнесе купли-продажи. Да. Но продажи остановились. А благословение снова запустило это. Да, верно. Но оно включило их не в масштабе всей компании, оно включило их через человека, на котором было благословение. Понимаю? Я понимаю это. И это для любого из наших телезрителей. Для любого, независимо от того, в какой вы сфере. Ну, я занимаюсь продажами. Вы в хорошей сфере, вы в порядке. У вас есть благословение в вашей жизни, если Иисус Христос ваш Господь и Спаситель. Благословение есть в вашей жизни. Теперь вам нужно увидеть то, что Бог говорит, потому что Он говорит вам... Он скажет вам, как стать богатым. Прямо посреди голода. Он сказал это в 19 стихе 36-го псалма. «Дни голода будут сыты». Я посмотрел это слово на иврите. «Сыты» в другом переводе. Там, говорится, у вас будет изобилие. Это то же самое, что Он сделал для Петра, когда тот вышел и рыбачил всю ночь, и ничего не поймал. И Иисус привел рыбу. На следующий день Он стал богатым. Он стал богатым на следующий день. Но что-то Он посеял. Да. Он посеял ту лодку. И поймал столько рыбы. Смотрите. Рыба заставила Его встать на колени. Что Он увидел? Он увидел производительность Эдемского сада. Он увидел, как работала первоначальная система. Ставил все и последовал за ней. Боже мой. Именно так Иисус спас человека, который взобрался на дерево, Закхея. Да. То же самое. Он увидел это. Он увидел это. Он сптился вниз, и потом Он сказал Иисусу, «Все, что Я нажил нечестным способом, Я посею обратно в четверо». Он снова меняет системы. Почему? Потому что Он находился в плохой системе. На плохом дереве. Делал что-то. Всего один обед с Иисусом. Мне это нравится. Это хорошая пробовь. Он увидел это. Один обед с Иисусом. И вот Иосиф был продан в рабство. Куполя продажа людей. Теперь он продан в рабство человеку по имени Патифар. И затем дом Патифара начинает переживать умножение. 39 глава книги Бытия. Умножение до такой степени, что он все передал в руки Иосифа. Фактически, он даже был не в курсе, каково было умножение. Я доверял Иосифу во всем, потому что порядочность — это ключ. Недостаток порядочности делает доступ к обетованной земле невозможным. Да. Он получил это. А это требует порядочности. Вы можете прийти с обманом, мошенничеством и всеми этими мирскими вещами. В этой системе это не работает. Ишь дальше. Вот приходит и искушение. Против чего снова выступает сатана? Против благословения. Слабым звеном во всем этом деле была жена Патифара. Верно. Она стала инструментом сатаны. Пытаясь остановить благословение Авраама в жизни этого молодого человека. И что произошло? Он бросил Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме он занял лидерскую позицию. Почему? Потому что благословение есть в его жизни. И он принес стабильность и организованность вместо хаоса. Билл, что бы произошло? Он попал в тюрьму, потому что жена Патифара солгала о нем. Но когда Иосиф попал в тюрьму, благословение по-прежнему оставалось нетронутым. Потому что если бы он согрешил в том деле, то сделал бы с благословением то же самое, что сделал Адам. Он бы его потерял. Потерял бы его. За несколько секунд в той задней комнате. И он бы попал в тюрьму. Без действующего благословения. И он был бы в тюрьме. Его могли бы убить. Да, верно. И это была бы полная катастрофа. И история на этом бы и закончилась. Она бы не продолжилась. О нем бы, вероятно, даже в Библии не было бы написано ни страницы после того, как написали бы, что у кого-то родился ребенок по имени Иосиф, он попал в рабство, и его убили. И затем история бы продолжилась. Но этот момент порядочности, этот момент наступает. Верно? В жизни каждого, потому что враг испытывает вас. Если вы ходите в веру, ваша вера будет испытана. Мы должны объяснить этот момент. Искушение приходит из-за благословения Авраама. Оно не приходит, чтобы научить вас чему-то. Продолжай. Оно не приходит к тому, что Бог мог немного вас потрясти. Оно приходит, потому что сатана ненавидит это благословение. И он знает, что оно произведет. Это не просто потому, что он ненавидит вас. Он ненавидит всякого человека, который ходит по земле. Он ненавидит все, кроме самого себя. Он не любит никого. Поэтому гонение приходит из-за Слова Божьего. Из-за Слова Божьего. Слово Божье – источник благословения. Иисуса, которое названо благословением Авраама. Слово Божье испытал Иосифа. Верно. И я хочу в этом указать на тот факт, что Бог пошлет благословение в нашу жизнь. Выработать где-то. Компании. И так далее. Это так важно. Конечно. Он пошлет нас. И из-за того, что есть это благословение, вы работаете на кого-то, и они платят вам какую-то зарплату. Но это не значит, что вы не можете проявлять это благословение в других сферах вашей жизни. Вы можете сеять там семя и пожинать урожай вне вашей работы. Билл, Бог может послать тебя. Вы должны идти туда, куда Он направляет вас. Бог сказал Кейту Муру. У Кейта есть важное понимание этого, как и у Крефла Доллара или Лерой Томпсона, и у всех нас, кто ходит в этом. Мы достигли некоторого понимания этого. И все, что Бог сказал Кейту. И помогая брату Хейгену. Когда он пришел ему помогать, то у Кейта не было денег. У него не было имущества, у него не было ничего. Только он и его жена Филлис. Они просто приехали туда. Он сел на первый ряд. Если брат Хейген говорил, нам здесь нужно на коробке, Кейт вставал и бежал искать коробки. Если брат Хейген говорил, давайте сделаем это, Кейт просто вставал. Не ждал того, чтобы каждый раз слышать подтверждение от Бога. Ведь Бог уже сказал, иди помогай брату Хейгену. Но когда он попал туда, у него уже было основное понимание благословения Авраама. Мазание было на нем в то время. Он приносил благословение служению брата Хейгена. А также учился у брата Хейгена. Но он приносил благословение служению брата Хейгена. Я сказал это, чтобы сказать следующее. Он оставался там. Он работал там. Он провел там более 20 лет. Он начал получать повышение, потому что благословение... Было на его жизни. ...поднимало его, поднимало, поднимало и поднимало его. В такой среде начало расцветать его собственное служение. Его помазание начало выходить наружу. Брат Хейген начал говорить, «Помоги закончить сегодняшнее служение». Билл, это возрастало до тех пор, пока оно не сделало это. И в последние дни брата Хейгена на земле, Кейт и Филлис были там. Кейт помогал ему. Он укреплял его. Он летал с ним на собрание. Он стал пилотом только потому, что хотел помогать брату Хейгену. И у него было собственное служение, но он оставался. Он отложил свое служение в сторону. В те последние дни был там. Он сел, по-прежнему сел. Он по-прежнему сел. И посмотрите на его сегодня. Я думаю, что иногда люди делают ошибку в том, что они не чувствуют этого. Если я буду делать это, то как я получу умножение и все такое. И у нас были люди, которые работали на наше служение. Кто-то ехал служить, и они сеяли семя, и Бог приносил им урожай. Они покупали дом на две квартиры. И теперь это поток дохода. И они по-прежнему селят семя и идут и покупают что-то. Да. Я просто говорю, не думайте, что вы будете ограничены из-за того, что Бог говорит вам делать. Понимаете? Да, я понимаю. Это мирское мышление. Но Бог всегда может давать вам рост, независимо от того, где вы находитесь. Но если вы продолжаете сеять таким образом, то это потому, что вы скоро пожнете урожай. Потому что урожай придет к вам в один из дней. Это то, что произошло в моей жизни. Я просто продолжал сеять во всех вас, просто пытаясь сказать, дай мне увидеть, что я могу сделать для Брата Копленда. Знаешь, что произошло с этим? Я должен рассказать свою часть этой истории, потому что я не знал тебя. Я никогда в своей жизни не слышал твоего имени. Но все это время ты, оказывается, был с нами. Ты помогал нам делать то, что мы делали. Я сеял в это. Бог благословлял тебя, и ты перешел из мира бизнеса в служение. И Бог перевел тебя в Чикаго. И Он делает все эти удивительные вещи. Я приехал в Чикаго, чтобы проповедовать в церкви Роба Томпсона. Я приехал туда пораньше, чтобы у меня был день отдыха. Мы остановились в гостинице. Я включил телевизор. Послушайте, как Бог спланировал все это. Вот я включил телевизор. Там этот небольшой черный человек ходит, проповедуя в своей церкви. И ты не сказал и пяти слов, как я вскочил на кровати вот так и сказал. Глория, иди сюда. Она была в другой части гостиничного номера. Я сказал, иди сюда. Я спросила, что такое? Я сказал, да это просто динамит. Твое помазание просто впрыгнуло в этот гостиничный номер прямо из этого телевизора. Я сидел там и смотрел на тебя. Я спросил, как зовут этого человека? Билл Уинстон. Благословение делало это. Мне не нужно было делать это самому. Мне не нужно было это делать. Нет. В этом ключ. Бог свел нас вместе. И твое помазание было в моей жизни все это время. Я же не знал об этом. Но я был блассловленным. И я возрастал благодаря Ему. Это укрепляло нас в Глории. Потому что наши партнеры всегда укрепляют нас. Но что произошло потом? Писание исполнилось. Это привело тебя в мое присутствие. Это привело меня в твое присутствие. Оно не только развило эту связь служения. Но все это общение. Да, Господь. Спасибо тебе, Иисус. И сообщество веры, которое возрастает на десятки тысяч, сотни тысяч людей. Все вместе в этом. Все вместе в этом? Моя жизнь. Моя семья. Были благословлены твоим служением. Я был исцелен слушать тебя на собраниях в Милуоке. Сила Божья сошла на мое тело. Это то благословение. И говорю тебе, это то, что было на жизни Иосифа. Возвращаясь к Иосифу, возникла проблема. Параон увидел сон. Мог его истолковать. Но он знал, что что-то происходит. И ему сообщили, что в тюрьме сидит человек, которого ему нужно нанять. И он сказал, приведите его сюда. Иосиф пришел, и истолковался он так, что фараон сказал. Ты этот человек. Вот тебе власть. Один день заключена уже на следующий премьер-министре Египта. Не говорите мне о том, что благословение не может сделать. И фараон сказал, если они тебе не поклонятся, я их убью. Боже мой. Это благословение. А что насчет Даниила? Даниил, то же самое. Благословение Авраама. То же самое в его жизни. То же самое благословение. Не смогли ничего с ним сделать. А как насчет Иова? То же благословение, что и на нас. Давид. Оно на нас. Боже мой. Благословение Авраама пришло на Давида на поле сражения. Давид дал Соломону в пересчете 100 миллиардов, чтобы построить храм. Скажи это еще раз. Это в Библии. 100 миллиардов долларов Давид дал Соломону как пожертвование. Чтобы построить храм. Чтобы построить храм. Его личное пожертвование. Разно, что оно поступило из его личной сбережи. Ну, брат, Билл, это только для евреев. Нет. Это было благословение Авраама. Пришло на язычников. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано проклятся, к висящей на древе, дабы благословение Авраамова распространилось на язычников. Через Христа Иисуса, чтобы нам получить обещанного духа веры. Если вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Что еще я могу вам сказать? Мы вернем. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. Давайте сегодня снова вместе поприветствуем нашего гостя Билла Уинстона. Слава Богу. Билл, скажу тебе. Я не знаю, когда, конечно же, когда вы входите в силу, которая пришла к человечеству через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа из Назарета. Я говорю не о религии. Я говорю о ежедневном хождении, в осилии, продвижении. Присутствии Бога и его любви, и его милости, и его благости. И когда вы видите больного человека, это приходит к вам. Вы хотите возложить на него руки. Вы видите нищего. Вы хотите вытащить его из этого. Вы хотите увидеть, как он поднимается и становится таким же богатым, как вы. Это жизнь, превосходящая все остальные жизни. Это благословение, которое пришло на Адама. Затем Адам потерял его. Потом, через Куровный Завет, оно пришло на Авраама. Затем каждый потомок в Библии, вплоть до Иисуса, и сам Иисус, ходили по этой земле в благословении Авраама. Вот почему Иисус родился евреем. У него должно было быть физическое тело на земле. И это физическое тело должно было быть семенем Авраама. И именно Кровный Завет, который Бог заключил с Авраамом, открыл дверь для того, чтобы Иисус родился. В третьей главе послания Галатам сказано, что он обращался к Иисусу, когда проговорил к Аврааму. И Авраам ответил, да. И вот теперь мы просвеживаем весь путь этого. До третьей главы послания Галатам. Галатам 3, 29. Если же вы Христовы, если вы принадлежите Ему, то и семья Авраамова, и по обетованию наследники. По обетованию наследники не только на уровне Авраама, но на уровне Иисуса. Мы сонаследники с ним. Сонаследники. Иисус наследник этого обетования. Мы сонаследники с ним. И он сказал, «Дела, которые я творю, вы сотворите». Я не могу говорить об этом, не испытывая восхищения в моей душе и подъем веры. Да. Иногда я просто сижу на крыльце своего дома и начинаю размышлять об этом. И я слеживаю это в моем разуме. Прослеживаю это. Вы можете открыть 11 главу послания к евреям, где есть галерея славы героев веры. В жизни каждого из них проявлялось благословение Авраама. Вы доходите до конца. До главы там сказано, «Но Бог предусмотрел у нас нечто лучшее». Это поднялось до уровня Иисуса. Я начинаю думать об этом. И внезапно это начинает становиться больше. А проблемы становятся маленькими. Я начинаю думать. Какое это имеет значение? Я имею в виду, что значат деньги? Что значит боль в вашем теле? Это не имеет вообще никакого значения. Я смотрю на бесконечное время. Я смотрю на вечность. Боже мой. Вот для чего оно предназначено. Когда он представил Аврааму как Всевышний Бог, это произошло со мной опять. Разве это не то, что он сказал? Это то, что он сказал ему верно. Всевышний Бог. Поэтому, когда мы говорим об этом, мы говорим... Нет ничего в мире выше меня. Ничего. Ничего. Мне это нравится. И вступление в завет с ним начинает поднимать Авраама на этот уровень. Прости меня, Билл, радость от Господа на мне до такой степени, что я едва могу сдержаться. Он начал видеть деньги Иисуса. Да, он начал. Во всем этом. Да, он начал. Вот что это сделает для вас, когда вы можете видеть, что произойдет. Вы в покое, у вас есть откровение. Это то, что произошло с ним, когда Бог сказал ему принести в жертву Исаака, верно? Конечно. Он сказал... Он увидел это. Я и сын, возвратимся. Потом он пошел туда и возложил его на тот жертвенник. Он увидел это. Подник евреям в 11 главе говорится... Да. Я прочитаю это, Билл. Это сказано в самом чистом, сжатом виде, который только возможен. 17 стих. Да, евреям 11.17. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование... Это благословение Авраама, верно? И мы наследники, согласно обетованиям. И, имея обетование... Здесь говорится о времени, когда Бог, заключая завет, прошел по крови перед ним в ту ночь, в горящем пламени огня. Билл, я верю, всем сердцем, что Авраам видел его следы в той крови. Он видел это. Слава Богу. И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. То есть, он увидел это. Он увидел это. В своем сердце он увидел это. Он не сможет стать отцом множества народов, если этот мальчик останется мертв. Да. Он увидел это. И это принесло ему мир. И вот почему он назвал это место Иегова Шалом. И также Иегова Ира. Он Бог, который видит и обеспечивает. Он увидел это. И я говорю, что это часть этого наследства. Это часть наследства. Да, верно. Потому что Бог дает нам преимущество над этим миром. Это часть этого преимущества. Поэтому Бог поднимает нас, а затем также приводит нас к обладанию, к владению. Ведь многие в теле Христом все еще арендуют, и много у них находится во временном владении. А нам нужно сделать следующее. Нам нужно развивать мышление собственника. И когда мы обратимся к этому завету, просим обладание, владение, тогда откровение об этом начнет приходить к нам. Билл, обычно я не упоминаю об этом, а только если есть подходящий момент. У меня нет никаких коммунальных платежей. Как вы достигаете этого? Вы достигаете этого, имея собственную электростанцию, которая работает на газе, добываемом из вашей собственной земли. У вас есть ваши собственные водные скважины, и ваш собственный очистительный центр, и ваш собственный канализационный центр, и все это на вашей территории. И твой достаток от Бога. И это не основывается на акциях и облигациях. И ценные бумаги не имеют к этому никакого отношения. Это является результатом послания. Я никогда не стремился оказаться в таком месте, где у меня не будет счетов за коммунальные услуги. Это мне и в голову не приходило. Получил это прежде, чем осознал, что это у меня есть. Потому что Бог проговорил ко мне однажды ночью, когда я лежал в кровати, и сказал, что бы произошло с тобой, если бы все поступления в твое служение одновременно кратились завтра. И я сказал, Господи, я никогда не думал об этом. Этого не произойдет. Сказал, нет, я хочу, чтобы ты подумал, что бы произошло. И своим разом я начал думать обо всем этом. Пришел к Выву примерно после 30 минут размышления и сказал, совершенно ничего. У меня нет долгов. Я не должен ни за свою машину, ни за свой дом, ни за свою еду, ни за что. Слава Богу, ни за что. Все, что мы с Глорией сделали бы, это взяли бы наши Библии и поехали бы проповедовать. Прошло бы немного времени, и он вернул бы все назад, благодаря благословению Авраама. Он может привести тебя в такое место. Это обладание. Я просто следовал за Богом. И с годами он говорил мне сделать что-то, и я делал это. У меня не было денег, чтобы сделать это. Но я все равно делал это. И что касается этой собственности здесь, Бог сказал мне пойти поговорить с одним человеком и сказать ему следующее. И сказал мне, что сказать ему. Я пошел и сказал это ему. И просто сел там. Это все, что я сказал тому человеку. И это обернулось тем, что Бог вложил это в наши руки. Шло 30 лет, прежде чем я осознал, что у меня нет счетов за коммунальные услуги. Вам нужно увидеть здесь кое-что. Иосифу приснился сон, но Бог вел его в его цели. Именно в этом полнота проявления этого благословения смогла реализоваться. Потому что ты следовал за своей целью. То же самое, верно? Да. Он был в той тюрьме той ночью. Он не знал, что станет премьер-министром на следующий день. Он занимался тюрьмой. Потому что его поставили там начальником. Он был начальником тюрьмы всей той тюремной системы. И он занимался попечением о тюрьме. Он не знал, что завтра будут управлять нацией. Как это возможно? Он сделал это. Он был на пути к своей цели. Это важное слово. На пути. Да. Мы с Глорией были на пути. Да. Вы с Вероникой были на пути. Да. Это сбывается. День за днем. День за днем. Да. Иисус сказал, перестаньте заботиться о завтрашнем дне. Оставайтесь на пути. Оставайтесь на пути. Благословение. Приходит. Когда мы приходим к этому, мы понимаем, что действуем в реальности Царства Божьего, правилам Царства, где умножение приходит только лишь через поселенное семя. Это еще одно. Я просто добавляю, потому что стараюсь охватить все это. Да. Когда ты пошел и стал сеять семя, я хочу сказать о том, что это приходит не тогда, когда вы плачете об этом. Я пробовал, это не сработало. Я даже не мог заставить Бога ответить мне. Некоторые думают, что каким-то образом смогут избежать сеяния семени, но вы не сможете. Вам придется посеять какое-то семя. Вам нужно позволить ему. Вам необходима база. Конечно, необходимо. И я верю, что в тот период жизни Иосифа, когда он служил, он сеял. И я верю, что по мере того, как мы будем продолжать это, Бог ставит нас в положение, в котором мы сеем. Я никогда не замечал этого раньше. Он служил. Да, он служил. Он усердно работал на этого человека. Он усердно работал в той тюрьме. Конечно, он сеял. Он почитал Патифара даже тогда, когда его жена вела себя глупо. Да. И он не пришел туда, в эту тюрьму, и не сказал, знаете, это миссис Патифар, скажу вам, эта женщина, говорю вам, он не делал этого. А также ему даже пришлось простить своих братьев, которые бросили его в яму. Я просто говорю, что любовь должна быть основанием всего этого. Почтение от Бога. Боже мой. Через почитание от Бога. Да, несомненно. Да, да, да. Да. Я смотрел на это и в Библии, как говорится, подражайте вере их. И мы с женой наблюдаем за вашей сглорией и верой и просто подражали этой вере. И видя это, если они могут не быть должными никому ничем, значит, и мы можем не быть должными никому ничем. Да, Бог не лицеприятен. Он не лицеприятен. Он уважает свое слово. Он уважает свое слово. Итак, вот Иосиф. Он стал премьер-министром, чтобы управлять той страной, потому что это помазание приведет вас на вершину вашей профессии. Оно приведет вас туда. И затем его братья приходят, чтобы купить еду. Почему? Потому что настало голодное время. Если бы они знали, как снова использовать слово Божье, они использовали бы его. И я говорю людям, что если Бог дает вам откровение о сеянии и жатве, оставайтесь в откровении. Не отступайте. Потому что оно может начать тускнеть. И вы больше не будете видеть это так же ясно. Но продолжайте делать то, что знаете, и позвольте Богу прибавлять. Он принесет умножение. И когда они пришли в Египет, Иосиф дал им зерно. Он увидел их и узнал их, но они не знали его. В Новом Завете Иисус, наш старший брат, он заведует складом. Он знает всех нас. Многие из его братьев не знают его. Из-за этого они мучаются, надеясь, что останутся в живых. И все это время он премьер-министр вселенной. Да, конечно. Заведует складом. И у него есть все, что нам нужно. Поэтому, когда Иосиф дал им... И дверь не заперта. Я помню, как пытался попасть на футбольный матч. Я вырос в Татаскиге, штат Алабама, и университет проводил большой матч. У меня было денег, и поэтому я старался попасть на игру. И мой друг стоял на входе, и я подошел к нему и спросил, «Ты меня пропустишь?» «Нет, уходи отсюда!» Я умолял его до тех пор, пока он не позволил мне пройти. Я просто побежал, когда он впустил меня. Он открыл дверь и сказал, «Я просто открою ее и буду смотреть в другую сторону, а ты просто проходи». Я говорю о том, что наш старший брат стоит на входе. Да. Иисус заведует складом. И у него есть все, что нам нужно. Нам не нужно выпрашивать. Нам не нужно делать ничего такого. У нас есть его имя. У нас есть его имя. Он ждет нас. И вскоре, когда Иаков послал в Египет Вениамина, то есть он послал все, что у него было, тогда пришло откровение, и Иосиф открылся им. «Я Иосиф, а ваш брат, которому вы причинили зло, но я простил вас. Я говорю, что это то, что должно быть у нас, прощение в наших сердцах». Как много времени прошло, ведь Иосиф был совсем молодым парнем, когда ему приснился тот сон. Верно. Он был самым младшим в семье. 17 лет. И теперь мы приходим... Он получил повышение примерно в 30 лет. Долгое время прошло. Долгое время, и голод начался через 7 лет после этого. И тот сон оставался у него в сердце все это время. Да. И сатана попытался от этого избавиться. Постоянно. Но это проявилось. Да. Потому что в том сне, в той мечте, он видел себя главой над этими братьями. Но затем комбинация стала нацией Израиля. Да. Да. Разве это не чудесно? И теперь даже у чернокожих людей, приходящих в Царство Божье, есть способность любить. И, возможно, мы чувствовали, что кто-то причинил нам зло. Но теперь пришло время простить. Пришло время простить их. Понимаете? Конечно, я понимаю, да. Потому что в нашей жизни есть это благословение. И мы хотим, чтобы враг украл его. Мы не хотим остаться без этого благословения. Мы должны ходить в этой любви по отношению к любому, кто, возможно, плохо с нами поступил. Ну, он не сделал того, что обещал мне или еще что-то. В нашей жизни есть это благословение. Билл, мы с тобой смотрели передачу, которую мы делали с моим племянником. Да. О том, как человек пришел и выстрелил в него в упор из пистолета Ругер 41-го калибра. Да. И он должен был умирать. Но Бог восстановил его. В этом процессе был момент, когда одно чудо за другим, а одно чудо за другим поддерживало в нем жизнь. Да. Вот наступил момент посреди всего, когда слово от Господа пришло ко мне. И он сказал, возьмись за это прямо сейчас, потому что, если они не простят, Гэри Джо умрет. Это был критический момент. Поэтому я спросил его отца, Гэри Старшего. Я сказал об этом. Он ответил, знаешь, вся наша семья поняла, что нужно простить этого человека. И он сказал, мы сделали это в самом начале. Но я сказал, да я стоял возле кровати моего сына и увидел его на грани смерти. Он сказал, в тот момент я хотел убить того человека. Посмотрите, что он сделал с моим сыном. Но он сказал, Боже мой, учение и Дух Божий поднялись во мне и сказали, лучше не надо, лучше тебе избавиться от этого. Он сказал, мне было трудно несколько дней, мне пришлось бороться с этим. Но я поборол это и сила Божия помогла мне и с того момента все пошло гладко. Да. Он не только избежал смерти, Билл, я должен сказать это. Я должен упомянуть здесь об этом. Благословение Божье, благословение Авраама и господство и благословение Иисуса не только вернули здоровье его физического тела в рекордный срок, ведь у него была только 15% вероятность выживания, потому что пуля повредила большую часть его печени. Это началось еще до того, как он смог вернуться и тренировать свою команду. он тренировал их, сидя в машине для гольфа, но он становился сильнее с каждым днем. Его команда впервые выиграла чемпионат округа в своей истории. Они начали выигрывать это. Они начали выигрывать 100. И вдруг он стал известен по всему миру, потому что это громкие новости, когда стреляет в учителя. стал лучшим школьным тренером года, и так далее, и так далее, и так далее. Он начал получать повышение. И знаешь что? Теперь он является тренером в своей альма-матер в Бейлорском университете. Одним из тренеров. Слава Богу. Благословение просто продолжало давать ему повышение. Благословение есть на нас, но мы должны охранять его как есть искушение пойти направо или налево. И это пришло тоже. Это пришло прямо посреди всего этого. Бог восстановит все те годы, которые пожирали гусеницы. Вот почему у нас есть книга Амоса 9.13. Слава Богу. Сеяние и жатва. Да, конечно. Бог восстановит. Билл, я думаю, что нам нужно задержаться на этом на минуту. Жена Патифара ходит там, подстреливший Гэри Джо человек ходит где-то там. Да, Боже мой. Это плохая сделка в бизнесе где-то есть там. Сатана сделает все возможное, чтобы забрать благословение из вашей жизни и выбросить вас вон. И он сможет создать спорную ситуацию, а именно это он и пытается сделать. когда вам кажется, что нет выхода, то вы обречены, если пойдете этим путем, и вы обречены, если пойдете тем путем, и у вас нет выхода. Нет, есть, посмотрите вверх, на вас есть это благословение. Это путь веры. Разве это не путь веры? Это выход. Но знаете, это сильно. И, конечно же, Иосиф начал самую сильную экономику на Земле, потому что со временем получил все, что было у основных, а затем научил их, как все эти пожинать. Он дал им семя. Он дал. Да, он дал. Поэтому это не только для нас. Мы должны помогать народам Земли. Я верю, что нам нужно напомнить это место в описании. Наше время подходит к концу. Давайте откроем четвертую главу послания к римлянам. Там есть стих, которым нам надо завершить все это. Четвертая глава римлянам. соединяющая с этим благословением, где сказано в 21 стихе. И будучи вполне уверен, Авраам был вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность, а впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилась ему, но и в отношении к нам, вменяется или засчитается и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. Чтобы делать что? Чтобы ходить в том же благословение Авраама и быть вполне уверенным, что он способен совершить то, что пообещал. Благословение Авраама. Благословение Авраама. Благословение Божье обогащает и печали с собой не приносит. Я трудом могу остановиться. Слава Богу, мы вернемся через минуту. Как большинство из вас знает, Пятница всегда является на передаче поносный голос верующего днем пожертвований. Но, прежде чем мы перейдем к этому, я не могу не вернуться к той мысли, которую высказал брат Уинстон. Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Что такое закон и пророки? Все это вышло из благословения Авраама. Верно. Без безусловной любви и прощения ваши семьи не работают, ваши семьи не работают. Не важно, как много вы знаете из Библии, не важно, что вы делаете, как много исповедуете, вы можете жертвовать, пока не умрете. Если вы нарушаете заповедь любить друг друга, нарушаете ее, отрезаете это. от своей жизни. Да, именно. Вы понимаете это? Билл, большое тебе спасибо. Я не могу передать, как я ценю это. Я рад быть здесь. В этом служении. Я рад быть здесь. Мы помолимся за ваши пожертвования. Отец, мы молимся. Я прошу тебя открывать нашим телезрителям, как они в финансовом плане могут участвовать в этом служении. И в ответ на их послушание тебе, мы верим для них о стократном урожае и проявлении благословения Авраама сверх всего того, о чем мы можем просить или помышлять. Мы молимся за Билла и Веронику. Мы молимся за их церковь. Мы молимся за их школы. Мы молимся за все их служение. За их служение на радио и телевидении. В миссионерской сфере. Все, в чем они участвуют. Во имя Иисуса. Аминь. Вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваше пожертвование не уходит в США. Оно остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Если вы смотрите нашу передачу где-то в Европе, оно остается в Европейском регионе. Если вы смотрите нас где-то в Тихоокеанском регионе, на Тихоокеанах, например, в Австралии, ваше пожертвование остается в том регионе. Так что вы инвестируете в служение в вашем регионе. Вы в действительности инвестируете в ваше собственное процветание. Вот к чему все сводится. Именно так Бог и планировал, чтобы оно было. И мы рады быть частью этого. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, которую вы видите на экране. До следующей встречи. Во имя Иисуса. Иисус. Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok